Всем привет! Ахой! Приветствую вас на своём канале! Сегодня я наконец-то решилась, собралась со всеми своими силами сделать для вас ещё одно видео информационное. Видео о пережитой мною, операции пережитой мною с происшествием таком в Чехии медицинского характера. И всё это я сравню ещё с тем, что со мной происходило в Молдавии, в моём родном Кишинёве. Потому что как раз перед приездом в Чехию, два с половиной года назад, я перенесла операцию ещё и в Кишинёве, и мне есть что с чем сравнивать. Я придумывала долго две характеристики тому и другому событию. Долго думала, подбирала слова. И вот два слова, которые, на мой взгляд, очень хорошо характеризуют всё, что происходило в Чехии. Это сервис, обслуживание. И профессионализм. Абсолютный. Два слова, которыми бы я охарактеризовала то, что со мной происходило в Молдавии. Это очень сильный человеческий фактор. Ну, фраза, ни слова, да. И это, как мне обидно это звучит, и это унижение. В общем, по порядку всё, да. Как я говорила, я приехала в Чехию два с половиной года назад, и это был июнь месяц 2016 года, если быть точным. И прямо перед этим, в мае месяце, я перенесла операцию. Это была гинекологическая операция, и это была лапароскопия. Кто знает, да, это как бы несложная такая операция, после которой практически даже шрамов не остаётся. Вот, и сегодня, глядя вот уже на те события, происшедшие со мной тогда, я понимаю, насколько это было для меня всё-таки вот унизительно, во-первых. Во-вторых, насколько это было непрофессионально, наверное. Если бы тогда мне объяснили всё настолько профессионально и понятно, как здесь, в Чехии, мне это объясняли, может быть, мне не пришлось бы мучиться два года, да, портить своё здоровье ещё дальше. И, может быть, не дошло бы до такой степени, до такой тяжести операции, которую я принесла здесь, в Чехии. В пользу врачей наших молдавских, что я могу сказать? Что с теми возможностями, которые у них есть, той аппаратурой, которая у них есть, наверное, всё-таки они делают чудеса. Но очень дорого. Ну, начнём с того, что, как я говорила, присутствует очень сильно человеческий фактор. Я пришла на консультацию туда, мне было надо, я уже поняла необходимость какого-то вмешательства, чего-то надо было делать, и я пришла на консультацию, которую мне провела врач, молодая девушка, которая просто мне вот, ну, прямым человеческим языком, вот сидели мы в коридоре, консультация была сделана в коридоре больничном, а не в каком-то кабинете, и она мне сказала, что ты вообще паришься, ты вообще уже старая. Вы представляете, мой шок. И я не медик. Для меня это всё настолько страшно было вообще услышать, да? Меня в жизни никто ещё не трогал пальцем, никакой хирург. И я, для меня это было так страшно вообще, что я просто вышла в шоке, в слезах, в соплях, начала звонить своим знакомым и просить их возможности встречи с каким-то другим врачом, с каким-то другим хирургом, гинекологом, не знаю уже с кем, лишь бы мне услышать какие-то более нормальные, цивилизованные слова в свой адрес. Что и было сделано. Значит, скажу сразу, да, что у меня не было страховки. Ну, кто жил или живёт в бывших странах СНГ, я не знаю, как дело обстоит со страховкой в России сейчас, насколько это всё работает там. Но насколько я думаю, да, что всё-таки примерно как во всех странах СНГ может быть немножко лучше. У нас в Молдавии работает это так. У тебя есть страховка, которую ты выплачиваешь, и работодатель часть за тебя, если вдруг что. Если нет, любой человек может в начале года страховку купить за полцены. Но со страховкой ты ничего не можешь сделать вообще. То есть ты должен быть привязан конкретно к какому-то врачу в поликлинике, который по району, по адресу как бы твоему работает. Ты привязываешься, если ты женщина, к определённому гинекологу, а соматологией это нереальное что-то. Что происходит обычно? Если у тебя есть страховка, ты должен идти к своему участковому врачу, который выдаст тебе направление, ты должен ждать там какое-то определённое количество времени. Но самое главное, что по страховке будет очень тяжело выбить даже УЗИ, будет очень тяжело выбить бесплатные лекарства. Тебе выдадут самое дешёвое, что только может быть, а не то, что тебе подойдёт, или хорошее что-то тем более. Ну, в общем, я так характеризую страховку, как просто бумажку, которая у тебя есть в кармане, она ничего абсолютно не решает. Единственное, что попав в больницу, ты не оплачиваешь сколько места и операцию. Но это ничего не значит, потому что ты по-любому должен заплатить врачу. Без этого просто в Молдавии ничего не делается. И платить надо, начиная от санитарки и заканчивая врачом всем, кто есть в отделении, кто хоть раз подошёл к твоей кровати или зашёл к тебе в палату. Это нормальная, не знаю, кто меня может опровергнуть, но, по-моему, это нормальная процедура во всех больницах. Причём, я знаю, есть больницы, где более-менее можно отделаться небольшими суммами, а есть больницы, где тебе конкретно называют сумму, которую ты должен предоставить. Иначе просто тебе не сделают ни операцию или там какое-то другое вмешательство. Что происходило там? Я нашла всё-таки своего врача, к которому я потом в дальнейшем обратилась. Благо, у нас есть такая возможность. Это, что если тебе не хочется ожидать очереди по талончику через полтора месяца, через месяц и так далее, или не идти в ту или иную больницу, я убежала просто из той больницы, куда меня направили из поликлиники, и пошла в другую больницу, встречаться с другим врачом. Если у тебя нет страховки, ты сам выбираешь, куда тебе идти. И даже если у тебя есть страховка, ты всегда можешь проконсультироваться за деньги с любым врачом абсолютно. Просто приходишь и говоришь, я дядя Васе, у меня вот есть две стилей, на него, пожалуйста, скажите, что у меня. Он вам всё скажет за ваши деньги. Так получилось и у меня. Я нашла врача. Это врач хороший, в принципе. Врач, который за мои деньги всё, что я получила, вот хорошего, я получила консультацию. Я получила очень человеческое отношение. Человеческий фактор сработал на все сто. Мне сделали не то, что было надо, наверное, в тот момент, действительно. И не объяснили мне при том. Просто он проникся моими слезами женскими, наверное. Да, он сделал мне всё, что я хотела. То, что я видела на тот момент, что мне можно сделать, то он мне и сделал. Небольшую лапароскопическую операцию, которая была даже полудиагностическая. И оставил меня жить дальше. И поместили меня в палату, потому что я лежала без страховки за деньги. Поместили в палату, где было только два человека. Потом, если не учитывать факт общения с людьми, с врачом, а факт общения со всем остальным медицинским персоналом, я могу сказать, что чем ниже ранг медработника был, тем хуже было отношение к больным. Я вспоминаю, как меня повезли на операцию в Кишинёве. Я в одной ночной рубашке вышла в коридор. Там была каталка, на которую мне надо взобраться. Примерно по высоте гладильной доски, как вы понимаете. И бабушки-санитарки сказали мне в коридоре. Покрыли меня одеялом и сказали, снимай ночнушку. Меня везут на операцию, всё нормально. И всё бы ничего в отделении одни женщины, как бы, да. Всё бы ничего, но сзади меня, прямо 3 метра, максимум 5, не знаю. Сзади меня была входная дверь в отделение, и возле неё были диванчики-кушетки, где сидели люди, женщины со своими мужьями, ожидающие или того, чтобы их положили в отделение, лечиться или там консультации с врачом. И вот они все сидели сзади и это всё наблюдали. Представляете, моё состояние, когда мне взрослому человеку, да, просто тупо сказали раздеваться, если почувствовал, как в каком-то концлагере перед, не знаю, перед загоном в газовую камеру. У меня такое было состояние тогда. И так ты переживаешь, волнуешься, что с тобой сейчас будет, ты не знаешь, что это такое, ты переживаешь за всё. А тебе ещё вот эти вот... У меня даже слов не хватает сейчас просто. Я просто меня это всё настолько... Я вам просто сейчас не знаю. Я реально не имею больше слов, чтобы всё это рассказать и показать. Когда мне привезли после операции, к моей кровати просто никто не подходил. Я попросила мою соседку позвать нянечку, санитарку ко мне, потому что мне была очень нужна санитарка. Я не доставала с тумбочки банально какие-то там вещи свои личные, да. И чтобы мне подвинули тумбочку, пришла санитарка, я просто рисула в карман 20 лет, не помню, сколько там. И она тогда спросила, не нужно ли мне что-то, подоткнула подо мной там одеяло, подвинула мне тумбочку. То есть даже вот это движение нужно было, должно было быть оплаченное. Насчёт того, что... Насчёт каждого движения оплаченного, когда-то много лет назад. Ну, конечно, онкоинститут в Кишинёве, если кто-то вдруг знает, это самая коррумпированная больница, поэтому тут даже говорить нечего, но я помню, как моя мама, лежащая там перед операцией, совершенно бесил онкоинститут. Она просто со слезами на глазах просила у неё срочно принести мелкие деньги, потому что когда она пойдёт просить её уж вечером на клизму, то её будут там просто мучить, если она не поставит в карман 5 лет или 10. То есть вот я же захлёбываться начала от возмущения, но для меня это был шок просто. Ей так сказали женщины в палате, что обязательно, чтобы у тебя были деньги, иначе ты просто там... Или тебя бросят, там скажут, делай всё сама, человека, который двигаться фактически не может, или там замучивает тебя до смерти. Мама лежала в практологии, кстати, ещё это проблемы с кишечником онкологические. Это было что-то ужасное тогда. Вот для меня это такое... Просто мерзко вспоминать тот факт, или когда врач спрашивал, где работает твоя дочка, и когда мама сказала, вот так она мне должна принести с работы, как бы для меня, то-то, то-то и то-то, и моему сыну ещё вот это. Или когда я шла по коридору в больницу у мамы, и мне говорил, врач увидел меня и говорит, вот, сейчас мне кто-то купит газету и кофе. Я шла вниз, покупала ему какую он хотел там газету и кофе, потому что врач так захотел. Но это было давно и неправда, как говорится, да? Забыто, слава богу. Мама жива-здорова. Вот. Вернёмся к моей, как бы, операции в Кичанёве. Вот эти вот мелочи, которые меня просто реально унижали, я никогда, наверное, их не забуду. Когда... Или какие-то вещи, которые... Это уже здесь не на уровне больницы, это, наверное, на уровне государства, и тех страховок, которые мы всё-таки оплачиваем там тоже. Почему за мою страховку я не могу получить какой-то комфорт? И начиная вот всякими неудобствами и заканчивая отношением медперсонала к тебе, который, как я говорила, да, чем ниже персонал, тем отношения хуже. Там любая санитарка, это просто зав. отделение, если не главврач больницы. И когда в 5 часов утра, даже меньше ещё, да, даже раньше ещё, забегает санитарка, включает свет и начинает мыть хлоркой палату, ты должен ещё самый сладкий сон свой догнать, потому что всё-таки ты в больнице и болеешь. Или когда просто банально тебе вот после операции никто не подходит, потому что ты не успел перед операцией в карман кому-то положить деньги. И для меня это просто сейчас просто какие-то вещи дикие. Вот. И я, слава богу, что всё это тогда закончилось быстро, потому что я быстро оклемалась, быстро пришла домой, быстро после больницы тоже, как бы, пришла в себя. И через месяц я уже была в Чехии. Понимаете? И я думала, что это нормально, что это всё, я другого просто не видела. Я думала, что это всё нормально, что это всё в порядке вещей. Значит, с чего началось моё похождение здесь, да? В тот момент, когда я поняла, что мой организм уже настолько меня сильно мучает, что я не могу этого уже вытерпеть физически, я решила всё-таки сама для себя, что, наверное, уже мне потребуется оперативное вмешательство. Я пошла к врачу, чтобы, ну, как бы за консультацией. И получила от него действительно полную профессиональную консультацию. От и до. Он мне рассказал, как бы это можно было лечить, допустим, гормонально, или там какими-то таблетками, лекарствами, или вот так ещё, какие-то процедуры пройти. И чем это всё для меня закончится. И вот последний, как бы, пункт – это операция, после которой, как бы, проблемы вообще все исчезнут. И он мне объяснил, что будет до операции, что будет во время, что будут, какие последствия после операции, почему это как бы не так страшно, как я себе представляю. Потому что он мне сказал сразу, задавайте все вопросы, которые вас интересуют. И один, кстати, из таких пунктов присутствовал даже в бумаге, которую мне выдали в больнице, что я имею право спрашивать персонал о том, что мне делают, какие процедуры, для чего это, зачем это, что будет потом после этого. То есть все эти вопросы, они мне просто обязаны по моему требованию рассказать и объяснить. И это мне очень сильно понравилось. Ну, вообще, я скажу вам, если меня смотрят мальчики, вы уже заткните ушки немножко, потому что для девочек мое видео сейчас в основном. Я скажу вам, что после похода к гинекологу здесь в Чехии, вы почувствуете разницу очень большую с тем, что было у вас дома в любом городе, любого советского пространства, и вы просто почувствуете себя женщиной, наконец-то, и человеком. Тот ужас, который мы переживали, мы переживали отношения к женщине, как к женщине вообще, вот у нас там дома, этого я просто не могу передать. Я думаю, со мной согласятся большинство женщин. Вот. Мне объяснили все профессионально, меня направили в больницу, при этом у меня низкий гемоглобин, еще мной занялись гематологией, то есть мне начали тут тоже как бы какие-то процедуры делать подготовительные к тому, чтобы привести меня в порядок, и в конце концов назначили одну небольшую операцию сначала, это было в октябре, я про это даже уже не рассказывала никому, это было быстро очень, да, вот, и как бы это тоже было диагностически для того, чтобы решить потом, что со мной делать дальше, делать ли такую большую операцию, или можно сделать что-то попроще все-таки. Вот, в конце концов начали делать это проще, но все вылилось с осложнениями в такую операцию, которую я перенесла, это как бы, как называется, полостная, да, то есть мне тупо разрезали. Что было дальше? Дальше я пришла в больницу, пролежала вот первый раз как бы на этой маленькой операции, но это были всего лишь сутки, за мной наблюдали. Кстати, у нас в Кишиневе такая операция, не считается операцией, ты приходишь, тебе сделали, проснулась после этого легкого наркоза, да, и пошла домой. Здесь ты остаешь на целые сутки, тебя наблюдают врачи, как бы все нормально, и потом, если все в порядке, на следующий день ты идешь домой. И потом мне назначили вторую операцию через месяц. И когда я пришла в больницу, ну вот первое, что меня поразило, это палаты. Ну, я не говорю уже о чистоте в палатах, да, тоже здание не такое уж и новое, как бы, тоже 40 лет ему, оно, кстати, очень похоже чем-то на то здание, в котором, в больнице, которое я лежала в Кишиневе. Но вот это отношение, да, к тебе сразу, никогда ни один врач, ни одна медсестра, ни одна там санитарка, которые приходили, не повысили голос, не... Я видела моменты, когда, может быть, им что-то не нравилось, там были старые пациентки, которые немножко капризны, как всегда, да, но никогда ни одна из них даже эмоции на лице не выдала, что ей это не нравится или тем более не сказала что-то этому пациенту, там, ну, что ты там вообще лежи спокойно или там, или что-то в этом роде. Никогда ни одна медсестра, никто из персонала не позволил себе ни одно слово. Всегда всё было настолько вежливо, настолько с какой-то заботой о тебе, вплоть до того, что там на какие-то процедуры, да, ты не хочешь сам, а тебя отвозят в каталке, в кресле, и это делает как бы специальный персонал, для этого нанятый. Как правило, это, кстати, мужчины. Я вот с санитарами, да, в больнице, которые отвозят вот, это мужчины. Значит, про питание, как расположена палата, там, что у нас было в палате и так далее, я рассказывала уже. И вот даже и в этом, в том, как приносили эти обеды, в чём их приносили для того, чтобы они были тёпленькие, что для каждого человека в больнице это отдельный обед, отдельный поднос, который лично твой, да, и так далее. Они приносят это всё еду с каких-то кухонь, в каких-то вёдрах, и потом половниками, или там, выплёскивают в тарелку. Вот так было в Кишинёме, да, мы шли в палату, не в палату, а в столовую из палаты. После этого, после операции у нас был дренаж, который мы несли с собой. Это был просто тихий ужас. И даже это не было настолько приспособлено. Вот это отдельная для меня какая-то больная тема, наверное. Насколько вот комфорта, сколько комфорта я почувствовала здесь, и почему это всё нельзя сделать и там у нас тоже. Я не думаю, что это так дорого, или что это так, не знаю, сложно. Это такие элементарные вещи, которые можно бы сделать, наверное, допускай бы, допустим, какие-то вещи, да, покупались человеком в аптеке даже за свои деньги, да, но просто не сказать человеку, что вот ты можешь себе, простите уж меня за подробности, купи себе катетер мочевой в аптеке, для того, чтобы после операции лежачий больной просто тупо не мучился в постели, не ждал, пока ему принесут ту утку, и зачем она нужна вообще. Это так элементарно, по-моему, теперь, что мне даже в голову это не приходило. Я просто помню, как после операции мне это было необходимо сделать, когда вот я ещё не могла вставать, и мне буквально в палате никого не было, я не могла никого даже позвать к себе, чтобы пришла санитарка, и ещё и деньги надо было в карман ей за это дать, да, чтобы она, значит, сделала свою работу. В общем, я с таким ужасом это всё вспоминаю сейчас, и вот эти вещи, которые мелкие, да, вот эта кнопочка вызова медсестры, это причём и в туалете, и в душе, и возле каждой кровати отдельно, то есть никто не должен для тебя кого-то звать, ты взял себе просто в телефончик и нажал кнопку, и позвал медсестру. Эти кнопочки на каждой кровати, причём сказали, что эти кровати старые, да, кнопочки, которые ты приподнимаешь себе спинку, и лежи себе как человек, да, или опускаешь, когда тебе это будет надо. Ай, в каждое утро приходили медсёстры, когда они менялись, да, утром и вечером. Вечером приходила медсестра, которая поменялась, заходила в каждую палату и спрашивала, что-то вам необходимо, нужны ли вам лекарства, обезболивающие на ночь, хотите ли вы или нет, то есть как вы себя чувствуете, если ты хочешь, тебе всегда дадут или таблетку, или сделают укол. Значит, приходила и спрашивала, и говорила, что если что, да, перед сном, каждому, кто там не может ещё подниматься, ходить, ставился телефончик прямо возле кровати, чтобы в любую, как бы в любой момент вы могли её позвать. Если медсёстры менялись утром, они приходили утром, обход здесь рано, ну, в Чехии вообще живут рано, они просыпаются в 5 часов утра, это нормально, в 6 они уже там многие на работе, или в 7 часов, это нормально, поэтому в больнице, в принципе, я не сказала, что это, ну, не в 5 часов утра, по крайней мере, это делалось, да, в 7 часов утра обход, и перед 7 часами, в 6 часов меняются медсёстры, и после 6, где-то в полуседьмого они приходили в палату, и каждый день, каждый день нам меняли постель. И самое ещё, ну, для меня это было смешно вспоминать, как в Кишинёве на такой же кровати я лежала послеоперационной, потому что, да, лежала, и у меня была такая короткая простынь, что она не закрывала всю кровать, и она постоянно морщилась, и я постоянно в пояснице лежала на клеёнке на этой. А здесь даже простыни придуманы так, чтобы вот был комфорт, они такие длинные, что они покрывают всю кровать, они завязывают их узлами, и подтыкают под матрас, и она никуда не съезжает, всё время такая лежала, просто не слезла никуда. Ну вот, знаете, есть вещи, которые ты реально думаешь, что, ой, блин, они же могут быть действительно вот так, и никак иначе, но когда я не видела этого раньше, всё, что мне доставляло дискомфорт там, я же знаю, что это так, что по-другому не будет, и как бы оно мне нервировало, да, я обязана это терпеть, не то, что обязана, но я буду это терпеть, и никуда не денусь. Всё, что я могла сделать, это принести из дома большую свою, просто не кое-как обмотать её матрас, чтобы у меня больничная просто не слезала. Но оказывается, это нормально, чтобы это было нормально, чтобы ты о таких мелочах, когда ты пришёл в больницу, ты просто тупо не думал. Может быть, я что-то ещё забыла, конечно, но и я сейчас рассказываю, я всё ещё до сих пор, хотя уже прошло после этого три недели, как я вернулась домой, я просто пришла сейчас в себя настолько, что я могу вот сесть нормально вам уже и рассказать, но меня настолько поразило всё, что со мной здесь происходило, потому что так же можно, и это не всё так сложно, и это нормально, и что оказывается, есть другое к тебе отношение, есть другие условия, в которых ты можешь чувствовать себя человеком, и отношение к тебе тоже, как к человеку. Ты не боишься, что если ты кому-то в карман не сунешь пять крон, там, пятьдесят крон, не знаю, что тебе что-то не сделают. Вы знаете, одним из самых, одним из самых главных факторов, сыгравших роль в моём желании переехать в Чехию, это когда мы приехали в пятнадцатом году сюда к мужу в гости, как бы, да, и мы не были до этого никогда ещё в Чехии, мы приехали в гости, и здесь с нами, с мужем ещё в этой квартире, по соседству, жила в комнате в другой семья румын, несколько месяцев, и как раз, когда мы приехали, они тут ещё жили, и у них был маленький ребёнок. И я с ней, общаясь, как бы, спросила её, полгода как родила, то есть всё ещё свежо в памяти, я спросила её, сколько она заплатила за роды. А она мне говорит, так просто, говорит, я ничего не заплатила, но у меня же страховка. А я говорю, у меня тоже страховка, но и какая, какая на них страховка, да? И говорю, ну ладно, окей, страховка, ты не платила за койко-место, как бы, это я понимаю. Ну, а сколько ты заплатила врачу? Она опять мне говорит, ничего, у меня же страховка. И вот это вот, вечером, когда пришёл мой муж с работы, я сказала, я хочу в Чехию. Раз тут отсутствует вот эта коррупция, которая присутствует там у нас, хотя бы, да, я хочу в Чехию, чтобы иметь возможность хотя бы нормально полечиться. Там, при выписке, я обязательно должна была пройти через врача, а помню, когда ещё это были роды мои вторые, так я обязательно должна была пройти ещё и через завотделение, для того, чтобы получить свою выписку. Естественно, да, выписку тебе не дадут, пока ты не положишь какие-то деньги на развитие отделения и, естественно, в карманчик доктору, иначе счастья не видать. В Чехии выписку мне выдавала обычная постовая медсестра, вот, которая всё мне выдала, и я просто сказала, спасибо вам, до свидания, ушла домой. Для меня было так, это непривычно, честное слово, и для меня это было просто в некоторой степени даже диковато, да, потому что я привыкла совсем к другому. Ещё, ещё, что меня вот поразило, да, это то, что касается удобства и ухода или как заботы о больном, мне выписали уколы. Домой, после больницы, ещё на 10 дней делать уколы. И эти уколы, я делаю уколы себе сама, без проблем, уже давно, так пришлось мне научиться. Эти уколы нас учили делать в больнице, ну, они увидели, что я умею, меня как бы оставили в покое, но по-любому, два дня медсестра наблюдала, как я сама буду это делать, чтобы для того, чтобы домой мне как бы выписать эти уколы, чтобы я дома тоже сама себе смогла делать уколы. И когда я пришла в аптеку с рецептом из больницы, ну, во-первых, это был очередной рецепт, за который я ничего не заплатила, ни одной копейки. То есть, мне просто бесплатно выдали, это всё покрывает страховка. Слово страховка здесь действительно есть. Если у вас не коммерческая страховка, а, допустим, ВЗП или какая-то другая страховка, как бы, ну, всё кроме коммерческой, вот так скажем, то вам абсолютно ни за что практически не придётся заплатить ни одной копейки. Мне выписали уколы, я пошла в аптеку, мне выдали коробочку. Вот, я специально для вас эту коробочку оставила, я, конечно, давно их уже сделала, эти уколы, но мне выдали коробку, и я жду, когда мне выдадут ещё одну коробку, то есть, понятно, коробка с ампулами, и должна же быть коробка ещё со шприцами и так далее. Я стою и жду, и не могу понять, почему коробка только одна. Укол, вот он, и шприц, в котором сразу было набрано лекарство, нужное мне количество лекарства, и маленькая, абсолютно, иголочка, уж, простите, если кого-то такие вещи напрягают, или боитесь, вот, лучше просто подкусить этот момент. Первая мысль, которая была, нифига себе, ну как, почему нельзя сделать, и у нас тоже такое. Когда тебе выписывают уколы, если человек не может делать, он должен идти искать кого-то, чтобы ему, там, ему или ребёнку, или неважно, кому сделали эти уколы, и платить тому человеку за то, что тебе эти уколы сделают. Ему приходится, вот как я научилась делать уколы сама. Вот этот факт, очередной, да, поразивший меня, насколько всё продумано, и насколько всё сделано, для комфорта человека. Почему это всё нельзя сделать и у нас? Оказывается, есть места в этом мире, где даже болея, ты можешь почувствовать заботу о себе, ты можешь почувствовать себя человеком, и можешь почувствовать, что что-то в этом мире всё-таки делается и для людей. В общем, всё, что я вам наговорила, это были всё эмоции, конечно, да, и сейчас у меня эмоции ещё очень сильны, хотя прошло уже три недели после этого. но тем не менее, я нашла вам силы всё рассказать. Конечно, я всем вам желаю здоровья, но если уж вам случилось так, что вам пришлось поболеть, попасть в больницу, то пускай всё-таки это будет больница в Чехии, чем там у нас дома. больше я такие эксперименты над собой ставить не буду, слава богу, потому что я нахожусь и живу здесь. И ещё такая маленькая утильная информация для тех, кто думает, что это дорого и так далее. Я пролежала 8 дней в больнице, ещё перед этим ещё сутки, как бы в другом месяце, всё это время я ещё ходила к разным врачам, и за всё это время я не потратила ни одной копейки вообще. Меня многие спрашивали, сколько я заплатила здесь за лежание в больнице, за операцию и так далее. И я точно так же, как та девушка-румынка, которая спрашивала, за сколько она родила, как бы, я точно так всем говорила, ни за что, у меня же страховка, у меня же страховка. То есть, если вы здесь уже находитесь официально в стране, да, имеете приходный побыт или тем более оторвалый побыт, и у кого есть, кто работает, кто имеет ВЗП, у меня страховка ВЗП, синюю или зелёную карту ВЗП, для вас абсолютно будет всё бесплатно, и вам абсолютно ни за что будет платить. Если у вас, конечно, коммерческая страховка, да, то понятное дело, что вы за всё будете платить, и возможно, вам заплатит ваша страховая компания деньги обратно. Я думаю, что находясь здесь в больнице, вы примерно какие же деньги бы заплатили, но поверьте мне, это стоит того. Даже если у вас нет вот этой страховки, у вас коммерческая страховка, ничего страшного, даже, что придётся заплатить, потому что там вот пришлось мне заплатить всё равно, но быть там в больнице и быть здесь в больнице, это, как говорят в Одессе, две очень большие разницы. Ну вот, пожалуй, всё. Ещё на видео на медицинскую тему, я столкнулась с некоторыми процедурами больничных, больничный как таковой, да, лист, и мытарством по поликлиникам, поэтому я вам об этом тоже подробно расскажу, может быть, кому-то будет полезна и утильна эта информация. Всё, всем пока, аой, желаю вам никогда не болеть и по возможности никогда не попадать в больнице. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok